Друзья, здравствуйте! С вами Елена Антонова. И в этом уроке мы продолжаем разговор о простом прошедшем времени, past simple. И говорить в этом уроке мы будем уже о неправильных глаголах. Напомню, что в предыдущем уроке мы с вами говорили о правильных глаголах, что правильный глагол в прошедшем времени работает с окончанием "-ид", в окончании. А вот неправильные глаголы, их надо учить. Они собраны в специальной таблице, которая так и называется, таблица неправильных глаголов. И сегодня на уроке я бы с вами хотела выучить первые пять неправильных глаголов, которые мне больше всего нравятся. Первый глагол сказать. Say – первая форма. А во второй форме в прошедшем времени глагол будет звучать said – сказал. В отвердительных предложениях в посыпал глагол будет стоять во второй форме. She gave me a book yesterday. Она дала мне книгу вчера. He said hello. Он сказал привет. I came home at two o'clock last Friday. Я пришёл домой в два часа прошлую пятницу. We saw them last week. Мы увидели их на прошлой неделе. You went to Spain last summer. Ты ездил в Испанию прошлым летом. They had dinner at six o'clock yesterday. У них был обед в шесть часов вчера. Сделаем из этих предложений отрицательный. Для этого нам поможет отрицательная частичка didn't, которая будет стоять всегда перед глаголом. А вот глагол рядом с этой частичкой didn't сразу полетит в первую форму. И получатся такие отрицательные предложения. She didn't give me a book yesterday. He didn't say hello. I didn't come home at two o'clock last Friday. We didn't see them last week. You didn't go to Spain last summer. They didn't have dinner at six o'clock yesterday. Сейчас мы с вами сделаем вопросительное предложение. Сначала мы сделаем общие вопросы к данному утвердительному предложению. Итак, общие вопросы нам поможет сделать отрицательная частичка did, которая будет стоять на первом месте. А глагол рядом с этой вопросительной частичкой did сразу отправится в первую форму. Делаем общие вопросы сейчас. Сейчас мы вместе с вами сделаем специальные вопросы к данному утвердительному предложению. Вы помните, что специальные вопросы начинаются с вопросительных слов. Где, куда, когда, почему. И стоять эти вопросительные слова всегда будут в специальном вопросе на первом месте. Например, когда она дала мне книгу. When did she give me a book? Что он сказал? What did he say? Когда ты пришёл домой? В прошлую пятницу. When did you come home at talk? When did you come home last Friday? Когда мы увидели их? When did we see them? Куда ты ездил в прошлом летом? Where did you go last summer? Когда они обедали вчера? When did they have dinner yesterday? Ну вот, друзья, всё, что я вам хотела рассказать о времени past simple. Мы с вами подробно поговорили о правильных глаголах, о неправильных глаголах. Научились делать утвердительные предложения с этими глаголами. И с правильными, и с неправильными. Отрицательные. И также два типа вопросов. Общий вопрос и специальный вопрос. Пожалуйста, ставьте лайк, если вам понравилось данное видео. Для меня это очень важно. Я очень рада, что вы смотрите мои видеоуроки, подписываетесь на мой канал на YouTube. Очень рада также, что многие из вас делают домашние задания. И я поздравляю вас с тем, что вы потихоньку растёте в своих знаниях. И, пожалуйста, занимайтесь английским каждый день. Каждый день 10 новых слов, новое грамматическое правило, новый диалог. Жду новых встреч. Была рада встрече нашей. Good luck. See you next time. Bye-bye.